всем привет мои золотые люди я решила совершить вылазку на почту не просто так мне пришла посылка от библиотеки ароматов супер интересным парфюмом которые покажу расскажу очень необычный запах по описанию я его не тестировала но обязательно вам расскажу а еще завтра запланирована вылазка к стоматологу с острой болью я конечно не выгляжу как человек с острой болью но потому что я на препаратах на самом деле чувствую себя достаточно плохо но сам факт того что я поеду к стоматологу что я поеду куда-то меня невероятно радует серьезно все-таки как тяжко хотя в краснодаре вроде как облегчают режим послабление всякие ну не знаю здравый смысл говорит мне что расслабляться рано посмотрим время покажет я забрала посылки буду вам показывать и я не попала в магнит потому что очередь люди не соблюдают социальную дистанцию ну точнее просто дистанцию до физическую хотя есть разметка на полу люди столпились я решила в этой толпе не стоять и просто пошла домой короче такие дела но главное что на почту о боже мой главное что на почту попала да и люди не забывайте что маску нужно носить проволочкой вверх чтобы она плотно прилегала к носу я вижу людей в масках кто во что гораст и надевать маску с открытым носом не имеет смысла то есть защищать только рот это даже вот так не имеет смысла потому что глаза то открыты ну короче я не знаю походу самое главное иммунитет так было есть и так будет вот такая красотуля от библиотеки ароматов сейчас я открою я по памяти вряд ли смогу перечислить вам все ноты но я оставлю ссылку вы сможете зайти на сайт и почитать ноты потому что их там миллион пять тысяч прикольная коробочка здесь бумага для того чтобы его это диметр аромат новая зеландия и этот аромат был выпущен к закрытой премьере двух крепостей по моему короче пластилину колец не имеет значения пластилин колец вы знаете снимался в новой зеландии и я очень хочу протестировать аромат здесь по 15 до 15 миллилитров это спрей должен быть да это спрей я не очень люблю роликовые форматы но кому как удобнее наверное так будет справедливее сказать и сейчас секунду по мне пахнет травой но вообще это свежий аромат он такой травянистоводный должен быть по описанию то есть это сочетание и камней и грязи и воды и тропических лесов и всего на свете то есть это очень очень сложный аромат я хочу его нанести сейчас секунду самое интересное что он на коже раскрывается совершенно иначе на коже он становится чуть более сладким какой-то цветочный аромат появляется то есть во флаконе это прям вот вода и трава листва влажная знаете вот что-то такое как весенний лес что ли а на руке появляется немножко аромат цветов ну сейчас посмотрим я думаю он будет очень трансформироваться я думала ну выбирала из нескольких вариантов ароматов чего бы мне хотелось и я решила вот что новая зеландия это будет хотя бы новый опыт среди всего засилья моей коллекции всякими компотами и фруктами и ванилью я решила что нужно что такое и пособираю конечно отзывы от своей семьи и ты будешь лохматым еще долго пока не закончится карантин чем пахнет приятно пахнет а у тебя есть на себе парфюм лимон что такое он похож на мой цитрусовые цитрусовые она на себя пшикни если тебя на у тебя на руки нет ничего это не женский аромат если ты об этом он вообще не женский он никакой он это у них очень может мне тоже женщина к своим женщинам на тебе вообще суши на тебе реально земля землей пахнет землей и травой до до хорошего да где нравится это тебе тогда это мой это двоих будем пользоваться это будет она анонимное мнение мы не будем говорить че оно так чуть чем чем тебе пахнет скажи ну сначала мне пахло арбузиком потом не стала пахнуть каким-то ну такой какой-то мужской аромат легкий свежий и честно говоря хорошим мужиком вот на мне пахнет мужиком а мне на тебе пахнет травой вот просто обычная мама как называются вот эти цветочки фиолетовый которые одновременно с одуванчиками начинают свести из них ну вот они везде как вот трава обычная типа собачка только ну я не знаю как полевая ерутка полевая вот еруткой полевой пахнет нет Вот теперь понюхай. С мыслью о ерудке полевой. Пахнет? Нет, не пахнет. Ну вот мужиком пахнет. Да? Ну ладно. Такой мужской аромат. Нет, он такой легкий, он свежий. Мне не нравятся такие мужики. Это косарь какой-то, разве что. Офисный планктон. Нормально. Для офисного нормально. Я совсем недавно показывала вам свои покупки с iHerb, и не поверите, пришла следующая посылка. Очень быстро приходит. Очень меньше двух недель. Я, конечно, рада и в шоке, в легком. Бегло покажу вам от Эльф. Скраб для губ. По советам подписчиков его заказала. У меня когда-то был какой-то ментоловый. Не особо впечатлил. А вот эта сладкая черешня, ой, это бомбовский. Вот именно такой всем прям советую. Это бюджетно, классно и в стике очень удобно пользоваться. Для увлажнения кожи взяла маленькую баночку кокосового масла. Практически не пахнет ничем. Твердое, нужно растапливать в руках. И вот хочу попробовать. Ну, как вот, ну, именно в таком формате. Вообще кокосовое масло обожаю для тела. Для лица вообще нет. От бренда Wet n Wild. Finimat. Это финишный матирующий спрей. Ничем практически не пахнет. Это хорошо. Это плюс в данном случае. Cruelty Free, бла-бла-бла. Стоил очень бюджетно. Посмотрим. Очень бы хотелось, чтобы он стал моим каким-то фаворитом. Да. Биотин. Бешеная доза биотина. Для того, чтобы у меня росли волосы. Я сейчас замечаю какие-то проблемы с волосами. Но, как мне кажется, их очень много выпадает. Я начинаю беспокоиться. А биотин это все-таки сказка. И тут количество биотина шкалящее просто у VitaFusion. Так что попробую. На 50 дней тут самих этих желейных таблеточек. От жадности мной был куплен крем для кожи вокруг глаз. Елизавета. Здесь 100 мл. Это огромная банка. И это прям банка. Не могу сказать, что это всегда удобно. Смотрите, какой дизайн. Опа. Еще не пробовала. Но это прям то, что называют прям типа вода в банке. То есть то, что прям дает увлажнение. Это то, что нужно моей коже под глазами. Ой, вот это, конечно, покупка, девочки. От бренда Dr. Brand. Brand, я не знаю, как правильно. Плампер для губ. То есть это бальзам и плампер. Дорогая, конечно, штука. Это я себе, не знаю, на все праздники. Ну, шучу, конечно, но типа не самая нужная покупка. Итак, два отделения. Дневной и вечерний. Мощный плампер дневной, который выступает базой под макияж губ. И вот такой ночной, который является мощным бальзамом, восстанавливателем и так далее. Но тут, я думала, будут кисточки. А здесь вот так. То есть, ну, не знаю. Но это штука для дома. Ее никуда с собой не взять. То есть это вот дома вот так пользоваться. Работает как божественный плампер. Это правда. Губы сразу красные, объемные, налитые. Вот, да. Но за эти деньги, я не знаю, девочки. Думайте сами. Два тонера. От Хемфрис уже брала для контроля. Себума. Вот такой. Очень хороший. Стоит недорого и хороший. И вот такой от Innis Free. Именно такой не брала. Но мне нравятся тонеры от Innis Free. Очень классные. Это тоже тонер, который регулирует выработку кожного сала. Я могу показать, какой он внутри. Я, честно говоря, не могу понять, есть ли там пудра. То есть он выглядит вот так. И непонятно, есть ли там что-то. Или он полностью прозрачный. Очень на него хвалебные прям отзывы. Именно от девочек с жирной кожей. Поэтому в моих интересах его затестить и вам рассказать. И самое, что, наверное, интересное. Love L'Eto. Это вот такие наборы с косметикой для такого тестирования. Там две тканевые маски, сыворотки, маски. Маска для волос, умывашка, крем. Ну, мне кажется, неплохо и за эти деньги попробовать. Вот Love L'Eto'е такие бьюти. За эти деньги попробовать столько продуктов. Причем они большие. Смотрите, вот моя рука. Очень неплохо. Я, ну, вот этим довольна набором. Были еще наборы, но их просто разобрали. Потому что они были по очень вкусной цене. Конечно, их разобрали. Так бы я тоже, конечно, затестила. Вот такой заказ был. Еще для Вероники я заказывала набор детской косметики. Я оставлю вам ссылку. Но уже я не смогу у нее забрать, чтобы вам показать. Там бальзам для губ. Ну, короче, принцессин набор, липсмейкер. Там бальзам для губ, помада, лак для ногтей и крем. Тоже оставлю ссылочку. Короче, вот такой любопытный, на мой взгляд, заказ. Но самое главное, это, конечно, крем для кожи вокруг глаз 100 мл. Мне кажется, это прям какой-то прорыв невероятный. А вообще удивительное дело. Я сейчас наблюдаю какой-то бешеный раздрай. Чтобы вы понимали, объявили послабление всей этой истории с самоизоляцией. Никто не понимает, что это. Ну, да бог с ним, ладно. Люди не понимают, как жить дальше. Кто-то воспринял вот эти все послабления, как, знаете, все. Мы все свободны. Кто-то продолжает ходить в масках, в перчатках. По поводу перчаток это очень спорная история. Когда вообще сказали, что всем еще надо носить перчатки, я задумалась, что это кому даст. Ну, правда, перчатки. Потому что перчатки нужно еще правильно использовать, правильно их снимать. Люди некоторые покупают перчатки и носят их неделями, грубо говоря. При этом они их снимают, кладут куда-то дома или в кармане носят, или в сумке. Достают, надевают снова. Ну, то есть, это фикция. Одноразовые средства защиты так не работают. И люди не очень умеют это все этим пользоваться. И когда ты чем-то не умеешь пользоваться, очень часто это бывает во вред, нежели на пользу. То же самое касается масок. Да, вот то, что я сказала, что когда люди их носят вот так вот под нос. Бестолковая совершенно история, которая не дает никакого эффекта. И, ну, вообще люди очень по-разному себя ведут. Я думаю, вы знаете, у вас есть знакомые, которые сказали, что вообще коронавируса не существует. Нас все хотят чипировать. Кто-то, я думаю, сказал, что лес заколдован, все умрут, мы все погибнем, останется золотой миллиард и так далее. То есть, ну, я думаю, у всех были такие знакомые. Куча вот этих историй конспирологических. От чего это все, на мой взгляд? От недостатка информации. Наш народ тотально не доверяет людям, которые, по идее, должны эту информацию нести официально. Да, тот же Мясников, который говорил одно, теперь говорит другое. То есть, у нас все меняется в зависимости от вектора правительственного. И все начинают дуть в эту же сторону. И это отвратительно. У нас нет ни у кого объективной информации. Начинают всплывать инсайдерские источники. Вот у кого-то там кто-то работает там-то, им там сказали. То есть, и вроде как вы лично как будто не знаете никого, да, кто на передовой. С другой стороны, вроде как этой информации вокруг полно. И люди не понимают, как себя вести, не понимают, что делать. Двойственная информация от блогеров. В инстаграме очень много бредятины всякой. И люди чувствуют себя очень плохо от этого. Когда ты находишься вот в таком зыбком информационном пространстве, как болото. Ты не понимаешь, ты идешь по кочкам и все нормально, или ты тонешь уже. Ну, на мой взгляд, вот эта вся история с коронавирусом прям жестко проявила все... Вот, то есть, где у нас прям все плохо. Начиная там от дистанционного образования, которое, ну, не так должно быть выстроено, и никто к этому не был готов. Заканчивая больницами и отношением к медикам. Меня сейчас, знаете, что беспокоит очень? Я в Твиттере вижу постоянно люди выкладывают свои расчетные листки. за апрель, например, где просто нет надбавок. Точнее, надбавки есть, но они там 300 рублей, там прям вообще какое-то безумие. Вот, очень грустно. Понятно, что, наверное, если начать копаться, выяснится, что эти люди вообще не работали, надбавку не заслужили и так далее. Сейчас все заслужили, сейчас все медики, даже которые вообще совершенно к инфекционной вот этой всей истории не имеют отношения, всех перепрофилировали, все больницы стали этим заниматься. Короче, очень жалко. И мне нравится, что у нас ощущение, не у нас, не у меня лично, но вот отношение такое к медикам сейчас складывается, как будто медицина — это хобби или это вот такое призвание, которое ты типа, ну, ты обязан. Клятву Гиппократа давал? Работай забесплатно, подвергай свою семью опасности, не явися со своими детьми. Ну, ты медик, ты медик, это призвание, ты вообще... Нет, ребят, это работа, это работа тяжелая, это работа не христа ради, люди ходят на работу, а для того, чтобы зарабатывать деньги. Просто да, это действительно очень социальная история и так далее, но медики заслуживают денег. Им надо платить очень много денег. Понимаете? Как и учителя. Тогда... Ой, нету на мне фокуса. Ну, и не важно, ничего важного. Здесь ничего интересного. Вот, надо меня слушать. И учителя заслуживают много денег. Вот, понимаете? Тогда будет и тяга к работе, тогда будет и вдохновение. Если у нас учителя будут зарабатывать столько, чтобы они могли путешествовать, ездить за границу, например, да? Я не про Турцию говорю раз в год на неделю в отель «Троечку», а прям могли путешествовать, чтобы у них были эти деньги. Ну, вы представьте, учитель, который много чего видел, который вдохновился, который был за границей, у него кругозор расширился, он узнал много чего нового, и он вот с этим вдохновением пришел к детям. Это одна история. Или человек с зарплатой в 15 тысяч рублей, в 20 тысяч рублей, это если прям классное руководство, если прям вот все, тогда да, если всякие надбавки губернаторские там и прочее. Это одна история, да? Ну, то есть вы понимаете разницу? Короче, надо платить. В социальной сфере надо платить. Тогда очень многое поменяется. Да, да. И будет и конкурентная борьба, потому что мне очень было грустно. Я до этого слышала такую фразу, типа, что кто никуда не поступил, типа, идут в ПЕД учиться. Ну, типа, блин, это же так не должно быть, наоборот. Люди, которые самые ух, должны идти в ПЕД, ну, по идее. А вчера слышала такую фразу, типа, да, у нас самые ленивые поступали в мед, ну, типа, медучилище. Шли и там фельдшерами, там и прочее. Ну, потому что, типа, я думаю, офигеть, это как это, самые ленивые? Наоборот, должны самые вот люди, которые прямо изнутри как-то настроены на эту работу, только такие должны идти в мед и ПЕД. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok